Их считали баловнями судьбы. Они были молоды, красивы и словно рождены для большого спорта. Они прославляли Советский Союз на футбольных полях, рингах, ледовых площадках. На них равнялись, им подражали. Миллионы поклонников по всему миру аплодировали им, стоя. Но судьба повернулась к ним своей черной стороной. Спорт – одно из самых захватывающих зрелищ. Для зрителей спортсмены сверхлюди, способные владеть своим телом, казалось бы, вопреки законам природы. Их состязания вызывают восторг, азарт, сопереживание. Но на гимнастку Оксану Костину смотрели иначе. Вся ее красота, все ее обаяние состоял именно в том, что она входила в поток музыки, в поток образа. И несла с собой в художественной гимнастике искусство. Это была не просто гимнастика, не спорт. В моем понимании, это и есть художественная гимнастика, не просто набор элементов, а целая история на ковре. Этим она была необычна. Во-первых, она была очень хорошей спортсменкой. Во-вторых, она вот, какая-то светлость, вот от нее излучение какое-то было хорошее. Оксане Костиной на международной арене довелось выступать лишь три года. С 1989 по 1992. Не просто выступать, блистать. За три года 17 медалей крупнейших состязаний планеты. Из них 11 золотых. Два человека 80-90 лет проживет. Она прошла 20 лет такой жизни, калейдоскоп. И оставила себе такой глубокий след, такую память. Не только в Иркутске, не только в России, но и в мире, как не каждому человеку удается. Это вот она, Бельгия написана. Такая золотая медаль. И это вот Европа. Она как личность, прежде всего, показала себя выдающейся спортсменкой и человеком. И, конечно, то, что судьба так ее трагично сложилась. С тех времен, я думаю, более трагичной судьбы я просто не помню. Оксана Костина всю свою жизнь прожила в художественной гимнастике. Наверняка то, что было до спорта, она не помнила, как каждый забывает свое раннее детство. А жизни после спорта у нее не было. 1992 год. Брюссель. Чемпионат мира по художественной гимнастике. Первый для нашей страны, проходящий не под советским, а под российским флагом. Разыгрывается пять комплектов наград в пяти дисциплинах. Главные претендентки на золото – 17-летняя болгарка Мария Петрова, 19-летняя белорусская Лариса Лукьяненко и 20-летняя россиянка Оксана Костина. О том, что Оксана после травмы все еще хромает, а значит, шансы на победу не слишком велики, знают только самые близкие. Тренер Ольга Буянова и врач Витальд Сивохов. Супер бакиво. Ахилл – это довольно такая неприятная травма, которая не дает возможности полную силу выступать. Поэтому, когда мы приехали в Бельгию, она думала, что ничего не получится, потому что приехали молодые, ретивые, все у них получается. Скакалка, обруч, мяч – одно за другим ее выступления становились золотыми. Она блестяще делала мяч. И вообще вот эти все перекаты, переходы, вот это все у нее лилось именно в мяче, как будто она с ним родилась и выросла, и как будто это ее часть тела. Мяч, конечно, мяч – это был ее лучший вид. Но все остальные виды она выиграла и делала очень здорово. Оставалось выйти в двух дисциплинах. Но Оксана просто исчезла. Ольга Буянова обыскала весь спортивный комплекс и нашла свою воспитанницу спящей в раздевалке. Продолжать борьбу Оксана отказывалась, заявив, что трех золотых медалей достаточно. Тренеру пришлось пойти на хитрость. Сказать, что ее дисквалифицируют и отнимут то, что уже завоевано. Оксана все-таки вернулась на ковер и получила еще два золота. Она выиграла все. И на заборе, и отдельные виды. То есть она была просто принцесса на этих соревнованиях. Это великолепно. Это был чемпионат мира, это было такое счастье. Пять золотых медалей, и она поднялась, и всем стало понятно, что она лучшая гимнастка мира. И она реализованная, и я. Люди вставали, и вот такое ощущение, что они насилие на руках, и поэтому она поняла, что она нужна вот этому миру гимнастическому. Оксана Костина стала первой россиянкой, абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Ее достижение продержалось целых 17 лет. Так почему же спортсменка, которая так долго шла к мировому триумфу, чуть было не отказалась от него на полпути, спрятавшись в раздевалке? Сама она объясняла это болью в ноге. Но ведь плохое самочувствие Оксана умела преодолевать, как никто другой, с самого детства. И она была очень слабенькой здоровьем. Первый год наших занятий она все время болела. Различные простудные, там, респираторные заболевания преследовали. И она все время, уже потом она стала приходить с температурой и уже как бы понимала, что пропускать занятия в спорте – это очень плохо. В художественную гимнастику иркутчанка Оксана Костина попала в 1979 году, в 7-летнем возрасте. И, пожалуй, на этом моменте детство Оксаны закончилось. Начался тяжелый труд. По отношению к ней была как деспот, требовала от нее дисциплины безупречной, нарушение режима какого-то там веса или еще что-то смерти подобное. План, который был придуман на тренировке, она знала, что это невозможно поменять или как-то обмягчить. Это выполнялось так, как положено. Работать приходилось очень много. Иногда место тренировок менялось ежедневно – то в пединституте, то в обычной школе. Хорошо, когда в спортивном зале, даже несмотря на то, что в нем не было ковра, а ведь бывало, что приходилось приспосабливать под тренировки просто длинный школьный коридор. Трудно себе представить, что так росла звезда мировой величины. Осложняла задачу еще и географическая отдаленность Иркутска от центрального региона, где проходила основная спортивная жизнь страны. И выезжать иркутским гимнасткам удавалось не более двух-трех раз в год. Так и вышло, что на первые крупные соревнования Оксана Костина попала только в 85-м году, когда ей исполнилось уже 13 лет. Это была спартакиада школьников в Саратове. Поехали мы на эти первые соревнования, и самолет задержался почти на сутки. И мы просидели в аэропорту, а когда приехали туда, нас поселили почему-то на какой-то плавучий корабль, который шатался. И, конечно, такая вот нагрузка. Оксаночка, конечно, там заболела. Но она сумела на второй или третий день убедила меня в том, что она может выступить хотя бы в одном виде программы. Вот. Как-то она себя так переворола, что болезнь отступила, и она вот выступала. Благодаря этому выступлению Оксану Костину заметили специалисты из мира художественной гимнастики. Не по возрасту артистично, невероятно музыкально. Она была девочка не с очень хорошими данными внешними, невысокого роста, фигуру оставляла желать лучшего. Были очень красивые ноги, очень красивые глаза. А все остальное было как-то такое немножко несуразное. Но ее внутреннее содержание, ее внутренние чувства, ее увлеченность музыкой, это дало ей возможность, чтобы люди, которые, судьи, которые на нее смотрели, забывали о ее каких-то недостатках. Однажды, проходя по улице в Иркутске, Ольга Буянова увидела надпись «Театр пилигримов» и услышала музыку, льющуюся из подвальчика. Это был непривычный для тренера рок, но он поманил, и она зашла. Так состоялось знакомство с Владимиром Соколовым. Ну, он так удивился, он говорит, я даже не знаю, что такое художественная гимнастика вообще. Я говорю, ну, а вы сыграйте нам, может быть, что-то такое, что нам понравится, импровизацию, еще что-то. И вот что, не знаю, чем-то его заинтересовало. Эта встреча стала началом многолетнего сотрудничества. В основном под музыку Соколова Оксана выходила на свои главные в жизни старты. Время шло. Оксана Костина совершенствовалась и артистически, и технически. Нагрузки терпела невероятные. Ей до сих пор принадлежит негласный рекорд – 48 прогонов за тренировку. Оксана пыталась попасть в юношескую сборную страны. Тогда она встретила другую Оксану – Скалдину. В недалеком будущем жизнь еще очень жестоко столкнет этих двух гимнасток. Но тогда они были в равных условиях. В 87-м году должен был проводить юниорский чемпионат Европы по групповым упражнениям. И в 86-м году начали собирать команду от Советского Союза. И в молодежку как раз попали мы вдвоем с ней. И, к сожалению или к счастью, мы с ней не прошли. По росту, мы были такие мелкие еще. Наверное, это судьба, что мы именно вдвоем не прошли. Как правило, спортсменки с мировым именем к своим главным победам шли поступательно. Сначала побеждали на главных внутренних юношеских соревнованиях. Потом попадали в молодежную сборную страны. Дальше можно было претендовать на взрослое чемпионство в Союзе и попадание в состав основной сборной команды. Когда Оксане Костиной исполнилось 16, а в юношескую сборную она так и не прошла, можно было уже говорить о том, что в спорте высоких достижений ей делать нечего. Мы на тот момент были на 56-м месте. И как попасть в тройку в Советского Союза? И мне всегда говорили, что она, конечно, уже по возрасту никаким образом. Уже в это время дети 10-12 лет уникальные вещи показывали. Я тогда подумала, ну хорошо, ну не получается, может быть, там чемпионку мира сделать, но можешь же заниматься для души. Можно вот вывернуть наружу все, что есть во мне, вывернуть все, что есть в ней, и получить от этого огромное удовольствие и доставить удовольствие зрителям. Я думаю, что главная мечта – это найти свое место в жизни. Искать именно то, где ты себя почувствуешь на своем месте. Это банальные фразы, но это действительно так. Но судьба распорядилась иначе. Результаты Оксаны Костиной, которая не гналась за победами, а выступала теперь на соревнованиях для души, стали расти в геометрической прогрессии. А в 89-м году так получилось, что гимнастки, которые до этого на лидирующих позициях были, Ася Кочнева, Марина Лобач, ну вот вся эта плеяда, они решили закончить. И, наверное, нам повезло. С Оксаной, я не знаю, и мы, в общем-то, приблизительно за три месяца попали в основной состав. И на чемпионат мира в Сарае в 89-м году мы поехали командой втроем. Оксана, я и Александр Тимошенко. Такой состав советской команды гимнасток закрепится на несколько лет. И в ней по какой-то причине Оксана Костина всегда будет оказываться третьей. А значит, полезной в командном зачете и лишней в многоборье, в котором могут участвовать только две спортсменки от страны. Может быть, какой-то момент, так как мы четыре года выступали вместе и на чемпионатах Европы и мира, когда командное первенство мы всегда выигрывали, но из трех всегда попадали в многоборье две. Ну, как бы, как я помню, как я знаю, что всегда на какую-то ошибку допускал, поэтому с Сашей мы попадали почему-то в многоборье вдвоем. Просто я, наверное, немножко отличалась большей стабильностью в какое-то время. К своим 19 годам Костина достигла уже такого уровня мастерства, что стала абсолютной победительницей десятой и, как оказалось, последней в истории спартакиады народов СССР. Это укрепило ее положение в сборной Союза, но дальше был чемпионат СССР. И тут глобальная усталость сказалась. Оксана стала лишь четвертой. В преддверии Олимпийских игр, когда она проиграла, она сделала ошибку серьезную. А вот готовность номер один, чемпионат Европы, она блестяще выиграла. Выиграла все золотые медали и стоял вопрос о том, кто поедет на Олимпиаду. По параметрам спорта последние соревнования должны были решать главную роль. Был тренерский совет, где выбирали кандидатуры для участия в Олимпийских играх 92-го года в Барселоне. От страны могли поехать только две участницы, но то был 91-й год. Советский Союз развалился. Теперь представителей Объединенной команды Республик бывшего СССР должны были утвердить на Совете министров спорта стран СНГ. Пересматривались и обсуждались все принятые ранее кандидатуры. Началась большая и сложная политическая игра. Все-таки по представительству Россия имела самую большую скамейку, длинный состав, большой, много спортсменов участвовало, а другие республики имели меньше. А то все время оппонентами, особенно при Балтике, проводилось мнение такое, что вот Россия опять всех давит. Но эти вещи такие больше эмоциональные, да, а нам надо было сохранить политический равновесие. Поэтому здесь и дошло до голосования, и была самая устраивая тема. На первом же голосовании министру и россиянку Костину из списков участников Олимпиады вычеркнули. Теперь в Барселону должны были поехать Тимошенко и Скалдина. Две представительницы Украины. Только в июне месяце поднялся этот вопрос, когда в августе уже была Олимпиада. До этого даже не возникало. Тем более, что в 91-м году, в ноябре, я впервые для себя стала абсолютно чемпионкой мира. В общем-то, мне кажется, как по большому счету, наверное, заслуженно должна была поехать на Олимпиаду. Чемпионат СНГ первая, кубок СНГ вторая. Поэтому у каждого своя правда. Не последнюю роль в принятии решения в пользу Оксаны Скалдиной сыграла и влиятельность тренеров. Со Скалдиной занимались известные Альбина и Ирина Дерюгина. Понимаете, почему вот и конкуренция? При равных, конечно, здесь сыграют роль и тренеры, и окружающая обстановка. Это могло быть. И это, ну, в тот раз получилось у Дерюгиных. Они были очень сильные. Общественное мнение и в России, и в мире было на стороне Оксаны Костиной. Но на бесконечных совещаниях побеждала то кандидатура Костиной, то Скалдиной. А тем временем спортсменам уже надо было выезжать в Барселону. Олимпийские игры начинались. Оксана Костина с тренером, совершенно не зная, состоится для нее эта Олимпиада или нет, собиралась в аэропорт. Пан Антонио Самаранч ей дал возможность быть на соревнованиях, быть в Олимпийской деревне, дал такой карт-бланш ей дал. То есть ее искусство уже распространилось по миру и даже дошло до президента Международного Олимпийского комитета. Ну, я тренируя команду Великобритании, я находила возможность давать ей тренироваться во время наших тренировок. Потому что ни Советский Союз, ни какие другие страны, конечно, ее на площадку не пускал. Но до последнего дня она тренировалась. Накануне соревнований Шамиль Торпищев предпринял последнюю попытку отстоять Оксану Костину. И уже там, в Барселоне, снова собрал совет. Перед чиновниками выступили оба тренера – и Ольга Буянова, и Альбина Дерюгина. Видимо, Дерюгина выглядела убедительнее. Совет проголосовал 7 против 6 в пользу Оксаны Скалдиной. Этот проигрыш для меня был трудным. Я не захотела остаться ни на один день, даже ни на один час. Я спросила, есть ли самолет, завтра я хочу вылететь домой. А Оксана сказала мне, что, вы знаете, мне кажется, что в вашей жизни еще будут олимпийские чемпионки, чемпионки мира. А я не знаю как, и поэтому я хочу посмотреть Олимпиаду и хочу увидеть это все со стороны. Александра Тимошенко тогда стала олимпийской чемпионкой. Оксана Скалдина – бронзовым призером тех игр. Какое место могла бы занять на пьедестале почета Оксана Костина? Рассуждать об этом уже бессмысленно. Как бессмысленно рассуждать и о том, что, быть может, Оксане вообще не стоило ехать в Барселону или следовало улететь вместе с тренером в тот же день. Судьба будто давала ей шансы спастись от роковой для нее встречи. Но Оксана этими шансами не воспользовалась. Мы познакомились уже на обратном пути из Барселоны. А учитывая, что у многих видов спорта, практически у всех, Олимпиады – это венец сезона. В отличие как раз от гимнастики художественной, которая еще была впереди, чемпионат мира. Поэтому все с открытой душой ехали уже на отдых. А Оксана, учитывая психологическое состояние, которое было, то я думаю, что, возвращаясь из Барселоны, она тоже уже возвращалась домой с пониманием, что на этом карьера спортивная закончилась. Для Оксаны пришло время подготовки к переходу во взрослую самостоятельную жизнь. Она решила окончательно распрощаться со своим спортивным прошлым. Расстаться с тренером было непросто. Девушка принесла на прощание огромный букет роз. Но к тому моменту Костину утвердили участницей чемпионата мира в Брюсселе. Состоялась тяжелая ссора с Буяновой. Розы полетели в помойку. Но за этим, как уже бывало раньше, последовало перемирие. Оказывается, чемпионат мира в Бельгии был допуск индивидуальный. И заменить ее нельзя. То есть от России может выступать только она. И я вот, значит, говорю, нет, Оксана, надо поехать и выступить там. Вот она. Я уже не тренировалась три месяца. Я вне формы, я поправилась. И тут мы, в общем-то, все дружно, всей нашей семьей, спортивной, начали ее поднимать. А потом был брюссельский триумф. Соревнования, от которых пыталась спрятаться в раздевалке, опустошенная жестокостью большого спорта, 20-летняя гимнастка Оксана Костина. После чемпионата мира в Брюсселе у Оксаны было множество приглашений в турне. Она ездила в удовольствие. И вот перед очередной такой поездкой Буянова решила ненадолго слетать домой в Иркутск повидать семью. А Оксана осталась в Новогорске. Нам дали квартиру в Первомайском там. И у нее портрет такой виселый большой. А я с Таней, смотри, как расшли соревнования. И у меня что-то в душе еще живая. Вот надо же, как сейчас помню, а еще живая. А потом провожали последний раз. Было какое-то чувство не очень. Был, знаете, целый месяц ходила, меня вот давила и давила. Выезд в турне должен был состояться 13 февраля. 11 февраля Ольга Буянова с самолетом передала для Оксаны какие-то документы, необходимые для этой поездки. Оксана должна была забрать их в аэропорту. Из сводок ГАИ. 11 февраля в 11.50 дня на 51-м километре Московской кольцевой автодороги Водитель Эдуард Григорьевич Зиновко, управляя личной машиной «Москвич-412» без водительского удостоверения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение со следовавшей во встречном направлении автомашиной «ГАЗ-53». Это была солнечная погода, февраль месяц, очень солнечно было. И вот на встречу ехал грузовик, причем я так вот развернула за счет, наверное, этих колес. И удар пришелся как раз уже в сторону автомобиля, где Оксана сидела. И к тому моменту, когда я уже увидел Оксану, она уже лежала на снегу, и, наверное, я не оценил, что это произошло что-то трагическое уже сейчас. 11 февраля 1993 года в 4 часа дня от полученных травм Оксана Костина скончалась. Ей было 20 лет. В последний путь Оксану Костину провожали на родине, в Иркутске. Говорят, хоронили в белом платье, свадебном. То ли от того, что так и не успела выйти замуж, то ли потому, что готовилась к этому событию. Сейчас уже у всех, кто был ей близок, своя правда. Давайте так, я скажу, что у нас никаких конкретных планов не было, что развеять какие-то подвенечные платья – это чушь. Более того, это знают родные, мама в первую очередь, да. Сестра Таня на похоронах был папа мой. Ну, у меня офицер, сейчас уже в запасе, там, и по тем временам организовал перевозку тела военным бортом. Пошли ему на встречу, там, и все это достаточно, сколько я знаю, оперативно организовали. Вот, какие-то другие подробности, это, наверное, лучше у очевидцев это спросить, потому что я там не был. С тех пор, как не стала Оксаной Костиной, прошла уже почти четверть века. Все, кто участвовал в ее судьбе, нашли в себе силы жить дальше и помнить ее всегда. Первую прославленную ученицу Ольги Буяновой. Первую абсолютную чемпионку мира из Новой России. Неповторимую гимнастку, которая мечтала о второй жизни. Жизни после спорта. Но прожила только одну. Субтитры создавал DimaTorzok